МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 8 сентября мы обсуждаем проблемы конкретных избирательных округов. Напомню телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, гостям, гостю в этом случае можно задать вопросы по телефону 50-30-08. Ну и чтобы понимать, о чем мы сегодня будем говорить, а мы будем говорить о восьмом округе, для начала давайте посмотрим сюжет на эту тему. Эти дома в центре города возводили в 70-е, 80-е годы. Площадь Корабелов, теперь Пашаева, несколько крупных универмагов, недавно возведенный отрезок Архангельского шоссе. В восьмом избирательном округе проживают почти 12,5 тысяч человек. Территориально район ограничен улицами Портовой, Первомайской, Джаникидзе, проспектом Морским и Архангельским шоссе. От этого округа в Совет депутатов свои кандидатуры выдвинули 13 человек. Это Оксана Трофимова, Дмитрий Подольский, Алексей Беляев, Александр Сардак, Светлана Морозова, Валерия Туфанова, Максим Акулов, Александр Акулов, Сергей Осокин, Евгений Коптяев, Игорь Кротов, Галина Руденко, Ирина Кузнецова. О проблемах, которые предстоит решить будущим депутатам, мы спросили жителей округа. Детскими площадками не помешало бы заняться. Все равно мало. То, что осталось, делают, конечно. Ну, а в основном остатки это еще советской эпохи, железяки, которые наполовину сгнившие. Со стороны сорца, со стороны морского, вот 13, вот смотрите, прямо сваи вот так вот забиты. То есть мы оплачиваем, как нам сказала глава нашего дома, что мы оплачиваем вот этот торец. А что там вообще ничего нету, просто сваи вот такие набиты. Пустырь у нынешней площади Пашаева несколько десятков лет не застраивается. А ведь это самый центр города. Тем не менее, через дорогу в арке дома 102А по улице Ломоносова всю зиму шло активное строительство. Местные жители считали, что в их доме откроется детское кафе, но у хозяев строение, видимо, изменились планы. Помещение там сдают в аренду. Извечной проблемой района, по мнению северодвинцев, является и нехватка парковочных мест во дворах. В нашем дворе машины, конечно, много и проблемы с парковками, но это по всему городу проблемы, и как-то надо решать. У меня проблемы есть именно с парковками. После выборов 8 сентября народным избранникам предстоит решать эти и другие проблемы 8 округа. О том, как это можно сделать, мы продолжим разговор в прямом эфире открытой студии с нашим гостем. Итак, мы посмотрели сюжет о проблемах 8-го избирательного округа Северодвинского. Константин, я думаю, вы, как и любой другой северодвинец, с основными проблемами городскими, в общем-то, знакомы, наверное, не понаслышке. Безусловно. По поводу первого сюжета хочу сказать детские площадки. Есть муниципальные программы по благоустройству дворов. Для того, чтобы войти в эту программу, необходимо жителям коллективное письмо написать от группы жителей, собственников, желательно, муниципалитет, чтобы двор определенный был включен в эту программу. И после выделения средств должно пройти строительство детской площадки. Или жители могут сами собрать средства и на земле, принадлежащей дому, так называемой общей домовой собственности, земельный участок, он является таковым, построить детскую площадку, ну, предварительно, естественно, собрав все согласования. Ну, самый удобный, конечно, способ, это создание ТСЖ в доме собственниками и выступать проще всего и в городских программах от имени ТСЖ, и решать вопросы с собственностью. Ну, вообще, вот, насколько, допустим, от создания той же детской игровой площадки в своем дворе, насколько это длительный и трудоемкий процесс? Ну, опять же, зависит, безусловно, от финансирования. То есть, какого формата будет эта площадка. То есть, сумма, какая будет выделена муниципалитетом, а тендер на строительство за год, заявка должна быть подана. Поэтому в этом случае это длительный процесс. А в случае, если собственники сами примут решение на общем собрании по поводу благоустройства и выделят средства на это, это можно сделать, естественно, быстро, найдя подрядчика. Вот таким образом. Ну, опять же, вот, одна из основных проблем, да, в общем-то, во всем городе, дороги во дворах. Да, вот сейчас в сюжете видели. Сегодня мы снимали в районе Ломоносова-100 дома. То есть, проезд там хоть несколько лет и ремонтировался назад. Вот одна из его частей осталась без ремонта. Что здесь делать людям? Ну, первое, что нужно сделать, это выяснить все-таки, чьей собственностью является этот участок дворовой дороги. Или это является собственностью общедомовой, или это является собственностью муниципалитета. И в зависимости от этого будут дальнейшие действия. Если это общедолевая собственность, то, соответственно, содержание дороги ложится на собственников. А ну, в случае муниципальной собственности, естественно, это должен решать муниципалитет. Существует также и программа муниципальная и федеральная по дворовым дорогам то же самое. Ситуация такая же, как с детскими площадками. То есть все очень похоже. Вот так. Ну, я думаю, да, не стоит надеяться на то, что вот в следующем году придут и сделают, да, то есть, в любом случае, активность самих жителей, наверное, поможет. Безусловно, надо обращаться, надо писать, получать ответы, а потом уже с этими ответами двигаться дальше. Вот, опять же, одна из наших телезрительниц может, и жителей восьмого округа говорила о пустыре, который вот около, в общем, в районе площади Пашаева, теперешней площади Пашаева, это бывшая площадь Корабелов, с этим пустырем, вот, что людям делать? То есть, вот, женщина спрашивала, опять же, они платят, якобы платят за территорию около их дома, на которой сваи, то есть, незавершенное, начатое, незавершенное строительство. Ну, утверждение о том, что они что-то платят, не соответствует действительности, потому что на сегодняшний день земельный налог не уплачивается собственниками, ну, касаемо земли. А если эта земля принадлежит муниципалитету, то тем более обсуждать тут собственникам нечего. Я думаю, что скорее всего, этот земельный участок принадлежит муниципалитету, поэтому жителям беспокоиться по поводу того, что они что-то за него платят или будут платить, не стоит. Вот так это обстоит. Ну, будем надеяться, да, что действительно это так. С какими еще проблемами, характерными для этого округа, вы знакомы? Ну, проблема больше всего мне знакома, касаемо дома Паломоносова 102, связанное со строительством кафе. Я знаю, что жители были против этого строительства. Как сейчас дела обстоят? Ну, сейчас дела обстоят таким образом, что законность строительства обсуждается в судах. Земельный участок был выдан в аренду управляющей компании, не имеющей на то полномочий. Это тоже вопрос опять судебных решений. Эксплуатация этого кафе тоже связана непосредственно с арендой этого земельного участка. Более того, при строительстве кафе были переложены трубы тепловой магистрали с нарушением СНИПов, грубейшими. То есть, сейчас мы получили на руки предписание Ростехнадзора об устранении до 31 декабря этих нарушений. Но пока ничего не происходит. Видимо, нам придется в ТСЖ по Ломоносову 102 от своего имени обращаться в суд, чтобы все-таки эти изменения незаконные были устранены. Потому что это составляет серьезную крозу жизни и безопасности жителей. И, как вы понимаете, детская поликлиника совершенно рядом находится. В общем-то, да, в шаговой доступности. В итоге, вот в этом здании, в этой постройке что-то откроется в ближайшее время или нет? То кафе детское, которое обещали, насколько вот нам известно, обещали там открыть, оно там будет или это будут какие-то торговые площади? Ну, на сегодняшний день там висит вывеска, а сдача в аренду объект не введен в эксплуатацию, не подключен к теплоснабжению. Поэтому говорить о том, что он будет как-либо вообще работать, я бы не стал на сегодняшний день. Потому что, опять же, возвращаясь к судебным процессам по земле, то есть если все-таки будет доказано, что это все было сделано незаконно, постройку придется сносить. Я напомню для наших телезрителей, что мы работаем сейчас в прямом эфире. Вы можете дозвониться к нам по телефону 50-30-08 и задать, собственно, свой вопрос нашему гостю. Мы ждем ваших звонков. Вот еще одна проблема, на которую жаловались наши телезрители уже, это большое, скажем так, количество различных питейных заведений, качественных, некачественных в этом районе, но, тем не менее, приносящих долю беспокойства жителям 8 округа. Вы знаете что-то об этом? По поводу питейных заведений могу сказать, что регулирование работы питейных заведений лежит в области муниципалитета. То есть муниципалитет своими директивами может регулировать эту деятельность. То есть ограничивать время работы заведений, время продажи алкоголя в них, то есть это их компетенция. А по факту перепрофилирования тут уже вопрос достаточно сложный. Если была выдана лицензия муниципалитетам на ведение такой деятельности, естественно, отзыв лицензии это в основном через суд происходит. Если жители категорически против, то есть они опять должны, значит, коллективное письмо составить и обратиться в муниципалитет для начала со своими требованиями перепрофилировать заведение. Ну а дальше, как обычно, в правовом поле решать вопросы, да. Вот так можно этот вопрос решить. Ну, по сути, если вот эта питейная точка, будем так называть, находится в доме, то есть это в любом случае решают собственники? Безусловно. Потому что если помещение, где находится питейное заведение, является общедомовой собственностью, то собственники вправе в любой момент это помещение освободить для своих нужд. Но если это является собственностью хозяина, это помещение, тогда уже вопросы опять переходят в плоскость суда. Безусловно. Я знаю, что вот несколько жильцов и жителей восьмого округа, жильцов там домов, жаловались на работу жилищников в этом районе. То есть говорят, что либо не дозвониться, либо не достучаться, пишут обращения какие-то работы выполнить. В итоге ничего не делается. Насколько вот вообще в этом округе, я знаю, что вы хорошо знакомы с его проблемами. Насколько там хорошо работают жилищные управляющие организации? Ну практически все, кто находится в ведении все дома, предъявляют разные претензии. Ну в том числе и претензии по очистке улиц зимой. То есть это большая проблема. Не выполняются нормативы по очистке улиц. Люди обращаются в управляющие компании, эффекта никакого не получают. Я посоветовал бы жителям обращаться сразу в государственную жилищную инспекцию по этим вопросам. Это намного эффективнее, чем обращаться в управляющие компании. Потому как это является, жилищная инспекция является надзорным органом и они принимают достаточно быстро эффективные меры по исправлению ситуации. Ну к этому вопросу мы еще не вернемся. У нас есть телефонный звонок от нашего телезрителя. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Меня зовут Марина. Я бы хотела задать вопрос вот такого плана. Куда нужно написать, чтобы по улице Портовой сделали для пешеходов выход на перекресток с Архангельским шоссе. От дома номер пять и до Архангельского шоссе к перекрестку. Там разросся и вняк. Так что пешеходам просто нужно выходить на проезжую часть, и для пешеходов там даже дорожка не отмечена. А зимой мы входим в Целик и по снегу, и по дождям там такая грязь разводится, что пешеходу просто нет выхода на этот перекресток. Что можете сказать по этому поводу? Спасибо за вопрос. Прежде всего я хочу сказать о том, что надо определить, на чьем земельном участке это находится. Если это земельный участок придомовой территории, в управляющей компании обязаны эти вопросы решить, безусловно. Если это муниципальная земля, то опять вопросы в муниципалитет. По вопросу по регулированию движения, светофорам, пешеходным переходам, это все компетенция муниципалитета. Опять же советую одно. Коллективное письмо за подписью жителей, чем больше, тем лучше, муниципалитет. И с ответом муниципалитета дальше можно уже обращаться в областную администрацию, ну и, естественно, к президенту Российской Федерации, да? Ну, я думаю, что не стоит так высоко с такими несущественными, может быть, проблемами идти. Насколько я знаю, вот недавно там сделали на Портовой, отремонтировали проезжую часть, но, видимо, вот какие-то доделки, может быть, еще впереди. Видел, собственно, как у этого ивняка и играли дети. Сам недавно там проезжал, то есть, может быть, и стоит избавиться от этого. Вот возвращаясь к вопросу жилищной инспекции, во-первых, что это за органы, как он, насколько эффективно он реагирует вообще на обращение вот жильцов и так далее? Ну, это надзорный орган НАТО управляющими компаниями, ну, естественно, и ТСЖ в их число попадает, да, они тоже могут быть управляющими компаниями. Жилищная инспекция выписывает предписание в адрес руководителя управляющей компанией или ТСЖ, накладывает административный штраф на руководителя и на саму организацию тоже накладывается штраф в случае установленных нарушений. То есть, они реагируют, я бы сказал, мгновенно на предписание государственной жилищной инспекции, потому что суммы там достаточно серьезные. То есть, там на руководителя 40 тысяч могут наложить, а на предприятие 200 тысяч. То есть, это очень существенно, и эти вопросы решаются быстро. Вот возвращаясь к проблемам обустроенности районов, опять же, вот пустырь, да, около площади Корабелов, прежней площади Корабелов, знаете ли вы, что там будет делаться и вообще будет ли что-то делаться? Потому что там, насколько всем, я думаю, известно, нет ни дороги асфальтированной, ни каких-то строений. Ну, я думаю, этот вопрос решается в муниципалитете. Не думаю, а знаю, безусловно. Видимо, определенности никакой нет на сегодняшний день, иначе об этом было бы заявлено в средствах массовой информации, что будет возводиться жилой дом. Ну, насколько я знаю, план был это кольцо замкнуть и построить там девятиэтажный жилой дом. Но на сегодняшний день, видимо, не знаю, с чем это связано, этого не происходит. То есть, это может происходить, я думаю, десятилетиями такая ситуация. А жаловаться на текущее положение. Опять же, в муниципалитет. То есть, чтобы, если там ничего не происходит, значит, пускай там будет зеленая зона хотя бы на сегодняшний день. Если это будет годами тянуться. То есть, все, опять же, коллективные письма, муниципалитет. Ну, в общем-то, этот участок медленно превращается в зеленую зону. Да, ну, это немножко не то, что должно быть, да. Естественно. Возвращаясь вот к жилищным вопросам. Я знаю, что на Ломоносово 102А, опять же, вот возникали проблемы с ремонтом облицовки. До эфира мы с вами разговаривали об этом. Да, ну, по поводу облицовочных плит. То есть, Ломоносово 102А имеет вот облицовку на фасадах. То есть, эти дома, это серии, вот, имеют такую облицовку бетонными плитами. 25 лет дому, естественно, уже плиты начинают отделяться от фасада. Вот сейчас ТСЖ обратилась в Государственную жилищную инспекцию с этим вопросом и в прокуратуру. Вот на днях приезжала автовышка, обследовали состояние этих плит. То есть, должно что-то произойти. Или демонтаж этих плит, или замена. Ну, вот, ждем пока результатов. То есть, пока все зависло? Ну, на ответ Государственной жилищной инспекции дается 30 дней. То есть, в течение 30 дней должен быть ответ, хотя бы в письменной форме, да, что будет предпринято для устранения. Я знаю, что вы будете организовывать какой-то семинар на тему жилищного законодательства и вообще, как быть людям, как работать, сосуществовать с жилищниками, с управляющими компаниями. Да, ну, вот всех телезрителей я приглашаю 3 сентября в здание библиотеки на Ломоносово 100 с 18 до 19 часов. Будет архангельское руководство, некоммерческой организации «Мое жилье». Будет много интересного. судебные процессы будут описаны. То есть, все вопросы будут освещены. Любые вопросы, которые будут заданы на семинаре, будут раскрыты. То есть, в принципе, вот темы какие будут? Ну, основная тема будет, конечно, касаемо платежей, я так понимаю. То есть, вот переплаты общедомовые, то есть, это наболевшая тема, и взыскать, каким образом эти деньги, которые были переплачены за период, когда существовало общедомовые, ну, это вот основная тема, я думаю, будет. И в том числе по счетчикам будет вопрос поднят, установленным учетом прибора так называемый, все знают, что сейчас вот это была проведена программа в действии. То есть, каким образом это будет контролироваться, ну, и все подробности можно будет узнать. Все желающие могут. Да, еще раз это напомним, 3 сентября. С 18 до 19, Ломоносова 100, здание библиотеки. Отлично, я думаю, что кому-то, может быть, этот семинар и пойдет на пользу. Надеюсь, да. И поможет. Вот возвращаясь опять к улице Портовой, там есть, может быть, военные общежития, дворы, грубо говоря, вот по мнению местных жителей, не часто убираются и не сильно таки благоустроены. Вот. То есть, ну, содержит их, может быть, не в должном виде. Вот. Как решить здесь проблему? Ну, опять же, возвращаясь к тому, что обращения собственников коллективные. Сначала в управляющую компанию и параллельно в администрацию, потому что выяснить все-таки принадлежность этой территории сразу не удастся, я думаю. А получив ответы, уже можно будет дальше думать, что написать и кому. Вот таким образом надо действовать. Ну, то есть, как я понял из нашей беседы, в любом случае важна активность самих собственников жилья, то есть, самих жителей. Безусловно. То есть, на сегодняшний день многие жители, став собственниками после приватизации, не понимают до конца все-таки, что они являются собственностью не только, собственниками не только своей квартиры, но и всего дома, по сути, в общедалевой собственности. И отвечают они за состояние этого дома, они все вместе. И решать эти вопросы могут только они. Больше никому дела до этого фактически нет. Вот ситуация с Ленина 5, всем известная, и что там произошло с теми, кто там проживал, то есть, я думаю, все это знают. Поэтому в первую очередь собственники должны думать о состоянии своего жилища и своего дома, потому что жилища отдельно от дома существовать, как мы знаем, не может. Естественно. Спасибо, Константин. У нас в гостях был Константин Агафонов, член региональной некоммерческой организации «Мое жилье». Мы сегодня говорили о проблемах избирательного округа номер 8, пытались решить эти проблемы. Спасибо вам за разговор. Сегодняшний выпуск открытой студии вы, телезрители, можете найти в интернете, адрес на ваших экранах. Меня зовут Сергей Курман. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова